добрый день с вами татьяна сегодня поговорим о пеларгонии что случилось в пеларгонии когда вы заносите в дом все лето пеларгония цвела очень красивыми шапками был и мощный кустик и вдруг мы заносим в дом и проявляется такая картина конечно это проявляется из-за того что на улице разница температуры на улице поздно занесли в дом прохладно а в квартире отопление и теплые пары и она не могла адаптироваться лучше такую пеларгонию занести в дом пораньше что примерно было уличная и квартирная температура одинаково но ничего что случилось то случилось теперь надо что-то делать с этой пеларгошечкой это плющелистная пеларгония у нее лист немного совсем отличается от такой пеларгонии у нее он гладкий без ворсинок для начала нужно оборвать все желтые листочки вот даже вот такой листочки тоже обрываю это пеларгония наверх новейшие сорта так как у них междоузли эти коротенькая и цветоносы когда отцветают они не осыпаются вот видите не обсыпашки от сколько не трогай они не обсыпаются раньше были сорта она очень сильно мусорила но это тоже к сведению вот такие вот тоже листочки обрываю так как они много сил тянут цветонос обрываю сухой и она придет себя восстановит свою жизнедеятельность вот он начал уже молоденькие расти и нужно ее поставить на окошко где более прохладный воздух чтобы она не сушила свои листочки этот пеларгонию можно опрыскивать азональную нежелательно так как на ней ворсинки и вода остается в пазухах ворсинок и она может заболеть черной ножкой и тому подобное это за это пеларгония заплющились на и нужно ухаживать нужно в грунт все время держать в влажном состоянии пересушку она не терпит азональная пеларгония наоборот любит просохнутую почву просушечку а это чуть влажное состояние грунт здесь очень мягкий воздухопроницаемый здесь идет торф перлит и земля для пеларгонии немножко добавлено так обчищаем эту пеларгонию с ней ничего не случится она не пропадет вот у нее много новеньких росточков если у вас сортовая пеларгония то нужно любимый сорт допустит то нужно ее немного будет подрезать я вам сейчас покажу какие веточки обрезать чтобы она лучше адаптировалась и пускала новую молодежь а для начала я почищу ее в горшочке посадила три растения то есть когда летом они у меня цвели очень красиво все смотрелось три разных цвета в одном горшочке в так подвесной кашпо и все лето свисали очень красиво приятно одно из них красное второе бурячковое растение и белое очень красиво смотрится еще в другом кашпо у меня розовая есть и с полосочками общем не все сорта любимые сорта сейчас покажу какие стволики веточки нужно будет обрезать для этого берем секатор протираем его и обрезаем вот смотрите вот эта веточка она старая одревеснела а вот молоденький почка открылась и чтобы дать рост вот этой молоденькой почки вот эту ветку без листьев старую мы обрежем вот и это молодая росточек почечка которая открылась намного быстрее пойдет в рост и она была закуплившаяся дальше вот эта веточка и вот это она тоже старенькая как старенькая вот есть почка просто молодая которая просыпается это более лучший вариант для меня она просыпается значит вот эту ветку я обрезаю обрезаем я не буду выбрасывать я укорен но все равно и вот почка просыпается вот в этом месте фиксируем вот почечка он какой хороший росточек будет конце обрабатывать ничем не нужно но вот эта веточка она уже отдала свои уже цветы все затем ее мучить убираем ее вот здесь повредив почечку листик повредила можно и вот такое растение остается у меня на окошке поставлю поближе к окну и пускай наращивает зеленую массу вот это растение быстрее нарастить зеленую массу если бы я оставила вот эти вот веточки они тянули в высоте а вот это пойдет в рост более быстрее чем стояла нами теперь вот эту веточку нужно удалить это формировка идет у нас после летнего сезона формируем растения для зимней для зимнего содержания смотрим тут формировать много не надо здесь я только буду знаете что делать вот эту вот макушечку нужно будет прищипнуть чтобы она не шла в рост а пробуждались новые почки и здесь также самого ответим у кошечка пошла в рост нежелательно и тогда кустик будет пышненький и хорошенький вот ведь и веточка еще не нужно она правда сама отсохла но убрать или тоже надо она декоративно портит немножко конечно поздно это растение занесла в дом ничего но крепко смотрим этот кустик это листик этих повредил берем его обсматриваем весь костик ничего не пропуская здесь почки не проснулись поэтому я еще обрезать его не буду здесь вот хорошо пошел росточек отлично вот этот хорошо пошел потом когда пойдет вот этот хорошо вот этот молоденький вот эту старую веточку я обрежу чтобы дать рост вот этим росточком вот молоденький вот сзади молоденький вот этот а вот этот старый веточку я обрежу так как на молодых росточках лучше растение цветет и развивается в зимний период осенний лучше ваше растение азотистыми удобрениями не поливать так как будет гнать зеленую массу и растение будет вытягиваться можно полить раз в месяц фосфорно-калийными удобрениями как только вы польете удобрением сразу листочек на начнет зеленеть и покажет свою красоту сейчас цветоносы я все по обрывала которые цвели осенью и я занесла в дом с цветоносами я их по обрывала для того чтобы растение взялось в силу и начала обрастать листовой массой вот здесь в горшке есть место и чтобы не мучиться своими черенками я просто эти череночки воткнул рядышком если выживут их потом пересажу не выживут вы ему потому что зимой летом места хватает для всех растений а зимой нехватка места поэтому такими методами я тоже пользуюсь иногда сажаю совместно все также я вам скажу секрет который я поливаю свои растения вот такой препарат b12 я не поливаю свои растения и фиалки хорошо от него цветут и цветам очень хорошо да при нем не сильно любительница поливать а b12 я балую свои цветочки например берешь одну ампулку на литр воды размешиваешь и поливаете свои цветы плющелесная пеларгония практически ничем не болеет вообще и вредители ее не очень любят и она очень красиво цветущая розы будными цветами каждый кто попробует выращивать себя плющелесную пеларгонию больше от нее не откажется это очень красивое благодарное растение спасибо всем за внимание оставайтесь на моем канале до свидания размножать плющелесную пеларгонию можно в любое время года так как она хорошо укореняется и весной и летом даже зимой плющелесная пеларгония также как и зональная не любит больших горшочков поэтому их высаживать можно по несколько штук по несколько череночков в один горшочек всем удачи всем пока